Как вам анализ из предыдущего видео, когда мы производили эксперимент по объективизации результатов, которые мы получаем при разучивании и применении аутопрактики? Значит, какой был замысел? Прежде всего, проверяли, как может повлиять разучивание и применение определенных достаточно сложных упражнений на психическое состояние и регуляторные системы сердечного ритма. По дизайну эксперимента мы планировали сначала записать фон, потом провести активирующие практики, потом записать опять же еще разочек и провести успокаивающие практики. Но, к сожалению, эксперимент пошел не совсем по нашему плану, не смогли записать, как бы разбить на два подэтапа и провели все, как бы все вот так практики провели и только потом провели запись кардиоинтервалометрии. Что мы получили? Получили достаточно своеобразный результат, который характеризует, что все-таки достаточно серьезное влияние может оказать именно то, что не предполагалось. То есть не только упражнение, а еще и процесс разучивания, он увлекает практически всю кору больших полушарий и эффект может оказаться достаточно жестким. Значит, что мы получили? Если использовать показатели активации регуляторных систем, то в фоне он был 6 баллов по лестнице состояний, а после окончания такой вот тренировки мы получили 9 баллов, что характеризует как полный разбаланс, ну практически полный разбаланс регуляторных систем. То есть это я не считаю, что это положительный результат, но мы его получили. Дальше анализируя спектральные составляющие, то есть мы увидели какие-то изменения, но они на общую картину, то есть баланса симпатической парасимпатической системы практически не повлияли, но изменения были. По гистограмме. Гистограмма после тренировки сместилась в левую сторону и показала свои определенные изменения, но в принципе осталась в пределах вот этого коридора. Скатерограмма показала небольшие изменения, это все-таки приблизилось рассеивание к бисектрисе. Ну больше так в принципе как было в левый нижний угол сдвинуто в пятне, так оно в принципе там и осталось, но стало более плотнее. Автокорреляционная функция судить о нем несложно, но претерпела изменения, пока я не знаю как это интерпретировать, но колебания ушли в отрицательную область. Что скорее всего тоже характеризует как не очень положительные нюансы. Мои комментарии какие, почему так произошло? Я уже сказал о том, что мы вовлеклись в обучение и это всегда является достаточно мощным стрессирующим фактором. То есть движения, которые Валентин Леонидович подобрал в данный комплекс, они достаточно сложные. Они делаются как на одном полушарии, так и на другое полушарие. И дальше это вообще, это для взрослых людей достаточно сильный стрессирующий фактор, потому что нужно разобрать это по полушариям и плюс еще запомнить, контролировать правильность выполнений. И плюс это выполняется в положении стоя, то есть используется, запускается и полностью усложняется механизм контроля новых поз. То есть это человек в таких позах, но не часто выступает уже в зрелом возрасте, это не дети. И то есть мы нагружаем мозжечок и скорее всего еще и другие структуры мозга. То есть те, которые отвечают у нас за поддержание баланса. Поэтому нагрузка достаточно серьезная, как и на моторную кору, так и на другие вещи. Плюс человек, когда находится в процессе обучения и когда особенно не все получается, тогда все-таки это удовольствие точно не доставляет, особенно когда все это еще фиксируется и на видео. Но к чести Натальи Михайловны, она была там секундная слабость, но дальше она в принципе, она же тоже является экспериментатором, решает свои задачи в этом эксперименте. Поэтому все-таки мы этот вариант продолжили. Немножечко остановлюсь, какие задачи мы здесь решали. Значит я решал как организатор эксперимента, прежде всего испытание или подбор методик объективизации. То есть какие изменения происходят в том или ином варианте применения практик. Валентин Леонидович Лукьянчук, он все-таки считает, что он может сделать практически все. Ему только нужно сказать, что нужно сделать, он однозначно это сделает. Ну как бы одно дело говорить, другое дело проверить. Но опять к его чести, то есть он готов проверять любыми объективными методами. Не факт, что я бы смог, например, правильно подобрать этот метод, исходя из своего недостаточно обширного арсенала. Но тем не менее, вот то, что вот все вовлеклись в такую задачу, вот мы все-таки провели определенный эксперимент. И то, что по двум этапам, которые мы сразу запланировали, мы получили, ну с моей точки зрения, не совсем удовлетворительный результат. То есть выпускать, ну опять же я рассматриваю хоть как процесс реабилитации, хоть как что, выпускать человека с разбалансом регуляторных систем, опять в обычную жизнь, где в любом месте может случиться любой другой или появится там стрессирующий фактор, а система уже разбалансирована. То есть это немножко неправильно, поэтому обсудив с Валентином Леонидовичем, мы все-таки пришли к мнению, что посмотрели, какие сферы у нас наиболее выбились. И он сказал, что я сейчас все поправлю. То есть дальше уже мы перешли к более короткой версии парной практики. И он своим воздействием на реципиента, он опять показал, что в принципе он может много, много чего исправить. Так. 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 Продолжение следует... 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 А потом поднялись уже от шестерки на два отделения, я считаю, что это даже если мы в девятке не были, то это очень положительный результат тренировки, а так если взять с девятки, мы перешли, то есть пять ступенчик практически мы отобрали. Я считаю, что вот это является основным положительным моментом. Имея объективизацию, мы лучше понимаем, видим детали и понимаем, как можно правильно среагировать или своевременно скорректировать ситуацию. Все, дальше смотрим другие видео, они уже отсняты, но времени нет на их обработку, но дальше будет интересно.